Археологические раскопки на территории Каннского района ведутся около четырёх месяцев. На раскопе, который сами археологи называют по ближайшему населённому пункту «зелёный луг», работы идут месяц. Слой за слоем участники экспедиции убирают пласты земли и находят то, что она скрывала тысячелетиями. Говоря научным языком, специалисты раскапывают культурный слой почвы, сохранивший следы жизнедеятельности людей. Мы проводим научные раскопки, поэтому мы детально всё фиксируем, послойно снимаем, никакой техники не используем. Если идёт у нас какой-то компактно рассеянный материал, мы его зачищаем мелким инструментом. Объёмы работ велики, но всё нужно выполнять кропотливо и осторожно, чтобы не повредить артефакты. Пространство в 4000 квадратных метров поделено на секторы. Есть надежда найти что-то интересное в каждом из них. Интерес для археологов это место представляло давно, и когда утвердили проект федеральной трассы южного обхода Каннска и строительство нового моста через Канн, выяснилось, что дорога пройдёт как раз по территории исторического памятника. Росавтодор выделил средства на проведение раскопок, чтобы ценные для науки предметы поступили в распоряжение учёных, и строительство продолжилось. Все находки, общее количество которых сейчас около 500, переходят в Музейный фонд Российской Федерации. Предварительно, можно сказать, что эти находки относятся к двум эпохам основным. Это неолит, около 4-3 тысяч лет до нашей эры, и эпоха Средневековья, то есть это примерно, возможно, 10-12 век. Мы обнаружили небольшое количество орудий, но достаточно интересную серию так называемых нуклеусов или ядрищ, с которых производились сколы заготовок для будущих орудий. Все эти артефакты, грузила, наконечники и орудия для разделки, а также костные останки животных, говорят о том, что люди, проживавшие здесь тысячелетия назад, занимались охотой и рыбалкой. Специалисты отмечают, сенсационных находок нет, но есть достаточно редкие и интересные, которые смогут дополнить картину тех времен. Экспедиция закончится в поле и продолжится в лаборатории. Около года уйдет на то, чтобы определить точную датировку предметов. Спасибо. 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 Спасибо.